Лада Веста Лада Веста Итак, давайте разберемся, какими критериями руководствуются при выборе первого авто Итак, внешность автомобиля это, безусловно, самый первый фактор, на какой обращают внимание при выборе С этим у Лады Весты проблем, как мы видим, никаких нет Смотрите, новая оптика, новая решетка, уже хорошо всем известная X-образная выштамповка на боковой стороне Конечно, автомобиль выглядит крайне и крайне современно, и, пожалуй, такого у Лады еще не было Выглядит Веста действительно привлекательно Современная, слегка сужающаяся к центру головная оптика Широкая решетка с логотипом, а также выразительные линии бампера позволяют, пусть и с некоторым преувеличением, назвать облик Весты агрессивным Кстати, X-образная тематика, X-Face, присутствует с каждой стороны Спереди это хромированные молдинги на бампере, по бокам выштамповка на дверях На корме полоски фонарей заднего хода и поворотников также имеют форму буквы X Шильде на крышке багажника не хватает каллиграфичности, но в целом Веста выглядит отлично Второе – это, безусловно, комфорт и практичность Салон выглядит эстетично и современно Эргономика не вызвала ни малейших нареканий Водитель любого роста и комплекции легко найдет удобное положение Порадовала глаз нанесенная на рулевое колесо шагрень, имитирующая вставки из перфорированной кожи Особое внимание хотел бы обратить на обзорность Здесь большие зеркала, все видно очень хорошо И я думаю, что проблем здесь ни у кого не будет Далее, устроился я, в принципе, очень удобно Руль регулируется как по вылету, так и по высоте Сидушка имеет тоже множественные варианты регулировок Есть даже некий намек на боковую поддержку, но, как по мне, это всего лишь намек И очень удобные высокие подголовники Мне все нравится Единственное, к чему можем придраться – не хватало подлокотника Приборная панель выполнена в форме трех колодцев с утопленными в них шкалами И расположенным по центру экраном бортового компьютера Читается все отлично Для начинающих водителей полезной будет подсказка момента переключения передач Приятно удивила Веста своими наворотами Итак, вот я и оказался за рулем Лады Весты И хочу сказать, что мне все нравится Материалы здесь ожидаемо обычные, но все подогнано, в принципе, все очень здорово И смотрится все очень свежо, как ни странно В магнитоле, например, есть голосовая связь, блютуз Для молодого водителя это крайне важно, чтобы ничто в движении не отвлекало По уровню оснащения, пожалуйста, USB-флешка, SD-карта, обогревы сидений Все, в принципе, здорово Особое внимание хотел бы обратить на обзорность Здесь большие зеркала Помимо прочего, отдельно отметим полноценный обогрев лобового стекла И пакет электронных систем безопасности Система помощи при трогании на подъеме, HSA Система курсовой устойчивости, ESC Ну и, конечно же, ABS И система распределения тормозного усилия, EBD Подушек безопасности в Весте всего две Для водителя и переднего пассажира Все это – незаменимая помощь для чайников Да и для опытного водителя со стажем Ого-го, хорошее подспорье Пересаживаемся на задний диван Вот тут у нашего крупногабаритного тест-пилота появились проблемы Усесться самому за собой получилось, но не более того Места для колен не осталось, голова уперлась в потолок Так что если ваш рост выше 185 см, садитесь вперед Там с этим все отлично Багажник не похвастается рекордными цифрами в классе Но свои 480 литров отрабатывает честно Итак, поскольку это седан, багажник в этой машине, конечно же, есть Но открывается он только либо с кнопки салона, либо с кнопки с ключа Конечно, это, на мой взгляд, не сильно удобно Плюс крышка даже не отпрыгивает вверх, а просто отключается замок Но в остальном же, в принципе, багажник здесь есть Он достаточно вместительный, поэтому единственный минус только его открытие Теперь прокатимся Как едет новая Lada Vesta мне тоже очень нравится В принципе, у нас здесь абсолютно классический стандартный набор Под капотом 1.6, 16-клапанный мотор, 5-ступенчатая механическая коробка 106 лошадиных сил Тяги здесь хватает Очень мягкое сцепление Я думаю, что с троганьем у молодых водителей не будет никаких совершенно проблем Все чувствуется очень хорошо Что я не могу не отметить Это то, что в данный момент мы едем со скоростью 110 км в час На пятой передаче 2500 оборотов ровненько В этом классе я такого давно уже не встречал Ну и, конечно же, расход топлива 7,1 литров на сотню Одни плюсы В движении Vesta действительно неплоха Нас даже не расстроили периодические подвывания коробки при разгоне Vesta отлично рулится Достаточно остро реагирует на малейшее вращение рулевого колеса Ведет себя уверенно и предсказуемо Подвеска очень энергоемкая Ест все В целом все хорошо Да и клиренс в 178 мм позволяет расслабиться и без опаски съехать с асфальта Подведем итоги Итак, Vesta получился достаточно противоречимым автомобилем У него есть свои плюсы, свои минусы Но то, что этот автомобиль достоин вашего внимания И очень хорошо подходит для первого автомобиля Это вне всяких садов Правильнее было бы назвать новую Vesta не Vesta, а Renaissance Это действительно похоже на возрождение автоваза На начало новой эры Главное убрать из голов все те стереотипы, которые появились за последние 20 лет Глядя на продукцию с эмблемой в виде ладьи И начать все с нового листа Автоваз сделал этот шаг Давайте сделаем и мы Плюсы Отличный внешний вид Большой дорожный просвет Расход топлива Хорошее оснащение Минусы Отсутствие центрального подлокотника Открытие багажника только с ключа или с кнопки из салона ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА